Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import. Вы смотрите первые видео авторынок и сегодня в нашем обзоре. Первое, что отмечаешь, попадая сюда, это большой диаметр руля. Этот двигатель отличает неплохая топливная экономичность благодаря системе непосредственного впрыска топлива. При моей собственной регулировке, а мой рост, напоминаю, 1,86 м, я упираюсь коленями в спинку переднего сидения, причем достаточно плотно. Задняя подвеска у C-класса, как и у взрослых Мерседесов, многорычажная, по 5 рычагов на сторону. В последнее время, чаще прочего, в наших обзорах мы говорили про автомобили из Японии, соответственно, с правосторонним расположением рулевого управления. Но наш сегодняшний гость слегка экзотичен, особенно для жителей европейской части страны. Речь сегодня пойдет о том, имеется ли хоть какой-то резон искать в Японии автомобиль европейский с правосторонним расположением рулевого управления. На примере, Мерседес-Бенц C-класс, кузове S204. 204-я C-шка встала на конвейер в 2007 году. Универсал появился на год позже, в 2008-м. Машины прошли через рестайлинг в 2011-м и выпуск их прекратился в 2014-м году. Под капотом располагалась вся та же гамма двигателей, что можно было найти в свое время, например, в Е-классе. От 1,8 литра через 2,5-3,3,5 до мощных версий AMG. У нас сегодня вариант 2011-го года выпуска. Это дорестайлинг из Японии с пробегом 87 тысяч километров. Мотор 1,8, турбо 184 лошади, 5-ступенчатый автомат и задний привод. Ну а теперь про кузов автомобиля. Что касается внешних габаритов, C-класс в кузове 204 это не такой уж маленький автомобиль. Особенно если говорить про кузов универсал. Габаритная длина этого автомобиля 4,59 метра, ширина 1,77 метра, а высота 1,45 метра. Колесная база здесь больше, чем на некоторых куда более крупных авто. 2,76 метра. Радиус разворота небольшой 5,4 метра. Снаряженная масса универсала 1540 килограмма. Максимально разрешенная полная масса 2,70 тонны. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, то C-класс окрашен с завода чуть толще в среднем, чем мы привыкли. В данном случае разброс показаний толщиномера для родной краски лежит в диапазоне от 100-115 до 150 микрон. В том, что касается сопротивляемости кузова к коррозии, 204 это хороший шаг вперед по сравнению с предыдущим поколением в кузове V203, которые прогнивали буквально до дыр. Особенно это касается задних арок. У 204 таких повальных проблем с гниением нет. Во всяком случае, пока. Обзор внутреннего пространства автомобиля по традиции начинаем с багажного отделения, тем более, что речь идет об универсале. Каталожный объем багажника 204-й C-шки это 485 литров при поднятых спинках заднего дивана и 1500 при сложенных. Давайте посмотрим, сколько это в линейных размерах. Прежде чем перейти к замерам, сделаем пару замечаний. Первое. Весь багажник этого автомобиля отделан тканевым материалом, напоминающим ворс. И второй момент. Видно, что родной пробег этой машины действительно небольшой. Сказывается каких-то следов эксплуатации предыдущим владельцам по багажнику этого универсала мы практически не видим. Ширина проема в средней части 111 сантиметров. Высота от фальшпола до крыши 70. Ширина багажника в наиболее узкой части 93 сантиметра. А длина по полу 1 метр ровно. Складывать спинку заднего сидения здесь в любом случае придется из салона. Интересный момент. Задняя полка, она же представляющая собой базу для сетки, отделяющей пассажирский салон от багажника, складывается в данном случае вместе с большей частью заднего сидения. В итоге получается багажная платформа длиной 1,52 метра. Ну а если груз очень длинный и вы упрете его в переднюю панель, то сможете увести здесь нечто длиной до 2 метров 62 сантиметра. Что касается дополнительных фишек и удобств по данному багажному отделению. В данном случае это 4 петли для фиксации груза по полу. Имеется 12-ти вольтовая розетка справа на боковой панели. Также за фальшпанелью у нас скрывается, помимо электронных блоков, еще и аптечка. Слева просто дополнительная ниша для хранения. Под фальшполом имеется дополнительная емкость, где размещаются в том числе знак аварийной остановки. А под пенопластом запасное колесо в формате докатки. Домкрат, баллонник и буксировочная петля. Ну а теперь общие впечатления от интерьера 204-й цешки с поправкой на правостороннее расположение рулевого управления. Первое, что отмечаешь, попадая сюда, это большой диаметр руля. Непривычно большой по сравнению с японскими автомобилями. При этом сам руль имеет абсолютно не скользкую кожаную отделку и весьма удобен. На него вынесены клавиши управления бортовым компьютером и телефоном. Плюс мультимедийная система и регулировка громкости. В частности, на рулевой колонке у нас один-единственный полагающийся Мерседесом под рулевой переключатель. В данном случае он находится с левой стороны, то есть рулевую колонку компания по сравнению с леворульной машиной не переделывала. Под рулевые переключатели имеют фиксированные положения в плане поворотников и есть положения, при которых поворотник моргнет три раза для перестроения. А на торцевой поворотный переключатель здесь вынесено управление щетками стеклоочистителей, что очень удобно после некоторой привычки. Здесь же рядом располагается маленький рычажок, который управляет круиз-контролем и ограничителем скорости. Традиционная для всех Мерседесов фишка. Несмотря на то, что салон автомобиля сам по себе небольшой, но сидеть здесь очень удобно. У кресел удачный профиль. В данной комплектации оба сидения имеют электрические регулировки. Механическая здесь только регулировка поясничного подпора, причем она есть и у водителя, и у переднего пассажира. Отделка комбинированная, боковушки кожаные, центральная часть тканевая. Кстати, весьма грубая на ощупь, но зато абсолютно не скользкая. Диапазон регулировки здесь очень большой. Если при росте 1,86 м я отъеду максимально назад, даже не опуская сидение в пол, я могу свободно болтать ногами в педальном узле, и до педали газа я еле дотягиваю. Что касается регулировки руля, то она здесь, конечно, присутствует во всех плоскостях и в просто огромном диапазоне. Поэтому с подстройкой руля тоже вопросов не возникает. Комбинация приборов стандартные три колодца, которые мы видели еще на 212-м Е-классе. После некоторой привычки пользоваться всем этим делом удобна оцифровка крупной шкалы. Тоже все приборы стрелочные. По центру большой дисплей бортовика. Что касается прочих органов управления, разного рода кнопочек. Непривычным здесь будет только стояночный тормоз. Привод его ножной, а вот отпускаете ручник, вы при помощи рукоятки с правой стороны на панели. Блок стеклоподъемника в целом выполнен стандартно, но находится под несколько непривычным, зато очень удобным углом. Общее управление светом осуществляется при помощи традиционного, опять же для немецких автомобилей, поворотного переключателя. Есть автосвет. Доминирующую часть на приборной панели занимает выдвижной дисплей, на который выводится в том числе и картинка с камеры заднего вида. Причем в данном случае эта камера имеет динамическую разметку, которая показывает вам траекторию движения автомобиля, когда вы поворачиваете руль. Клавиши аварийной сигнализации по центру и дотянуться до нее удобно. Так что благодарить, если вас пропустили в потоке, здесь будет несложно. Аудиосистема и телефон. Самая большая россыпь кнопок на всей панели, ну а блок климат-контроля переехал вниз к селектору коробки передач. В данном случае климат двузонный, управление температурой осуществляется при помощи удобных крутилок, очень крупная клавиша авто. А вот в ручном режиме регулировать скорость работы вентилятора и направление обдува, когда селектор стоит в паркинге, категорически неудобно. Если говорить именно про праворульную версию этого автомобиля, то и сам селектор здесь, кстати говоря, никто зеркально не разворачивал. Поэтому траектория, по которой он движется, несколько непривычно. Прорезь типа змейка, плюс отдельная секция для ручного режима выбора передач. Также здесь же клавиша смены режимов работы автомата, экономичный либо спортивный. Как это часто бывает с мерседесами из Японии, в данном случае нет подогрева в сидении, хотя на тканевом салоне не столь, наверное, это и страшно. Так что останется сказать только про шайбу управления мультимедийной системой. Что касается бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения, сдвижная шторка открывает нам два стандартных подстаканника. Также есть пепельница и прикуриватель, причем вполне себе рабочий. Основной бардачок у автомобиля разделен на два этажа. И не сказать, что он слишком объемный. Во всяком случае бумаги формата А4 сюда поместятся только будучи свернутыми в рулон. Центральный подлокотник открывается при помощи клавиши. И здесь мы видим отделанный тканью напоминающий бархат небольшой отсек для разного рода мелочевки. Никаких очечников на потолке не предусмотрено, а внизу дверных карт крайне небольшие плоские кармашки, куда вы не сможете поставить никакую бутылку или банку с напитком. Так что по части разного рода нычек и бардачков С-класс это далеко не самый прогрессивный автомобиль. Что касается обзорности, при нормальной посадке, когда от макушки до потолка остается приличный зазор, капот здесь полностью не видим. И звезды прицела посредине, чтобы ориентироваться в плане переднего габарита, как на мерсах былых времен, здесь вы уже конечно не увидите. Зато передние стойки здесь довольно узкие и практически не ограничивают обзор. А боковые зеркала, несмотря на своеобразную форму, имеют сбоку зону с преломлением. Так что при перестроениях вопросов не будет. Ну а с обзорностью назад, которая в этом автомобиле далеко не самая оптимальная, очень выручает камера заднего вида. Ну а перед тем, как посмотреть, как же обстоят дела на заднем сидении, стоит сказать про один довольно неприятный глюк, характерный для 204-х кузовов и только для них. А проблема эта связана с потерей ключа штатным иммобилайзером. Ситуация, при которой вы подходите к своему автомобилю, вставляете ключ в замок зажигания и не слышите характерного звука, сработавшего на отпускание стопора рулевой колонки, является довольно неприятной и сулящей определенную долю расходов, поскольку вам придется заново перепрописывать ключи в блоке, а то и менять весь блок целиком. Ну а теперь про задний диван. Места над головой здесь плюс-минус хватает, хотя его и не в избытке. Спинка сидения, которая в данном случае по наклону не регулируется, тоже расположена довольно удобно. Само сидение плоское и трех человек в теории спокойно разместит. Но есть два момента, которые, как говорится, портят всю малину. Это высоченный тоннель посредине, который явно будет мешать размещению среднего пассажира. А второе, при моей собственной регулировке, а мой рост, напоминаю, метр восемьдесят шесть, я упираюсь коленями в спинку переднего сидения, причем достаточно плотно. И контакт этот неприятный, поскольку спинка в данном случае очень твердая. К услугам задних пассажиров, кармашки на спинках передних сидений, также здесь есть откидной подлокотник, внутри которого довольно интересные конструкции, раскрывающиеся подстаканники, и небольшой бокс для мелочевки. Также здесь присутствует розетка на 12 вольт, и очень небольшой ящичек, по форме напоминающий пепельницу, но ей не являющийся, поскольку внутри он выполнен полностью из пластика. Внизу дверных карт есть практически декоративные, очень миниатюрные кармашки, в которые вряд ли получится сложить что-то крупнее зажигалки. Два плафона освещения на потолке, и небольшие крючки, на которые можно подвесить одежду, причем в количестве две штуки на стороне. Общий вывод, если вы высокого роста, или у вас очень рослый водитель, или все сразу заднее сидение 204-й цешки, это явно не то место, где вы захотите провести несколько часов длинной дороги. Ну а теперь про подкапотное пространство, конкретно про наш вариант. Этот автомобиль имеет под капотом двигатель объемом 1,8 литра, здесь 184 лошадиные силы и 250 нм крутящего момента. Он же М271 с приставкой EVO. Это самая последняя реинкарнация алюминиевой рядной четверки с двумя верхними распредвалами и цепным приводом газораспределительного механизма. Гидрокомпенсаторы на этих моторах есть во всех разновидностях, поэтому заниматься регулировкой клапанов владельцам не придется. Этот двигатель отличает неплохая топливная экономичность благодаря системе непосредственного впрыска топлива. На трассе при скоростях движения около 120 км в час реально укладывается в отметку 6 литров на 100 км и менее. Разгон с нуля до сотни занимает 8,1 секунды, что вполне неплохо, а максимальная скорость составляет 226 км в час. На японском рынке эти машины продавались одновременно с двумя вариантами двигателей с турбиной, и тогда автомобиль имеет приставку Blue Efficiency. На японском рынке эти автомобили продавались в двух версиях с двумя разными вариантами моторов, с компрессорным и с турбо. Если у компрессорного старого варианта M271 самой большой проблемой однозначно можно признать критический износ шестерни выпускного распредвала вследствие растяжения цепи, в особо запущенных случаях приводивших к встрече клапанов с поршнями, то вот у модернизированной турбо-версии проблем оказалось побольше. Устранение механического компрессора и, следовательно, снятие лишней нагрузки с коленчатого вала положительным образом сказалось на экономичности. Но на этом плюсы, пожалуй, закончились. Начнем с того, что последняя версия 271-го мотора получила непосредственный впрыск топлива. А это значит, что теперь подобный мотор подвержен нагарообразованию в клапанном механизме, что на пользу ему, конечно, не идет. Также в системе появился теперь и ТНВД, а это еще один узел, за работоспособностью которого придется поглядывать. Со стороны системы турбонаддува появляется новая проблема. Тема теперь это клинк-лапанов из гейта турбины с соответствующими последствиями. Несмотря на то, что конструкция звезд-фазовращателей и цепи на турбомоторе была пересмотрена, но на ресурсе это положительным образом не сказалось. Если у очень аккуратных, бережливых, педантичных владельцев C-класса с предыдущей версией компрессорного мотора цепь могла отходить 100-150 тысяч километров, то у более современных турбомашин, как правило, цепь сдается раньше. В некоторых случаях это 50-60 тысяч километров пробега. Кроме того, инженеры Мерседес внесли некоторые, похоже, пролоббированные маркетологами решения в конструкцию этого двигателя. Если на компрессорном старом варианте М271 термостат представлял собой, по сути, обычное механическое изделие, которое спокойно работало себе 150 плюс тысяч километров пробега, и если клинило, то чаще всего в открытом положении, то есть двигатель долго прогревался и антифриз просто гоняло по большому кругу, то на турбоверсии применяется электронно-управляемый термостат в пластиковом корпусе со всеми сопутствующими прелестями. Да и из строя он выходит гораздо раньше. Чаще всего вследствие выхода из строя банальных резинок внутри узла. А температурный режим – это критичный момент для 271-го мотора. Поскольку если термостат не будет работать исправно, и двигатель не будет быстро выходить на рабочую температуру, топливо, которое так или иначе оказывается в масле в момент холодного запуска и работы двигателя на богатой смеси на прогревочных оборотах, не будет полностью испаряться, что приведет к разжижению масла и, как следствие, преждевременному выходу из строя тех же самых фазорегуляторов и цепи. Ну и, пожалуй, завершающим обновлением, которое не пошло на пользу надежности, является пересмотр конструкции маслоохладителя, а точнее, стакана под масляным фильтром. Если на старых версиях 271-го мотора имелся металлический алюминиевый теплообменник с прокладками, которые, да, время от времени текли, но эта проблема знакома владельцам еще старых мерседесов, с ней ничего нельзя сделать, только держать про запас те самые резинные выплотнения и менять их раз в 2-3 года. То на модернизированной версии двигателя конструкцию пересмотрели, и теперь корпус теплообменника пластиковый, со всеми сопутствующими прелестями, как то деформация вследствие перегрева и, соответственно, течь. В запчасти он поставляется, но стоит далеко не 3 копейки. Вообще, если говорить в плане ресурса, то предпочтительнее, конечно, старая компрессорная версия 271-го мотора, но если вам повезло купить себе турбу с небольшим пробегом, при нормальном обслуживании и нормальной, адекватной эксплуатации не в гоночном режиме, вы вправе рассчитывать на то, что этот мотор проедет порядка 250 тысяч километров пробега без особых заморочек. Единственное, не забывайте следить за исправностью системы вентиляции картерных газов, а также менять масло раз в 7 тысяч километров пробега. Ну а вот что касается коробок передач, на этих автомобилях до рестайлинга устанавливалась коробка 7226. Это пятиступенчатый классический автомат, более известный как 5G-троник. И по сравнению со многими современными вариантами АКПП, эта трансмиссия, можно сказать, практически вечная и не особо проблемная. Замена масла раз в 60 тысяч километров и в добрый путь до 300 тысяч плюс. Ну а перед тем, как посмотреть на 204-ю цешку снизу, давайте пробежимся по дорожному просвету. Его каталожное значение для данной модели 150 миллиметров. Вооружаемся рулеткой и проверяем на соответствие правде. И в данном случае самой низкой точкой в передней части будет край бампера. Это 15 сантиметров от асфальта, но вот резиновый брызговичок всего в 12. Расстояние до пластиковой накладки на пороге за передним колесом 15,5 сантиметров. Задняя часть немного повыше 17 сантиметров, а до резинового брызговика всего 14. А вот до заднего бампера целых 22 сантиметра. Причем выхлопная система в данном случае не слишком висит ниже этой отметки. С учетом короткого, практически отсутствующего переднего свеса у C-класса, в целом для легкового автомобиля геометрическая проходимость у этого Мерседеса в порядке. Но это не внедорожник, и несмотря на гладкое днище, на серьезных проселках на нем делать нечего. Что касается ходовой части C-класса, надо отметить, что подвеска здесь, несмотря на то, что это далеко не самый мягкий Мерседес, по меркам автомобилей данного класса вполне себе комфортная. Хотя и рулится этот автомобиль весьма интересно. Передняя подвеска, по сути, представляет собой стойки Маккерсона, но с одной интересной особенностью. В данном случае у нас по два отдельных рычага снизу, соответственно, и шаровых опор здесь тоже две. Стабилизатор поперечной устойчивости крепится в передней части автомобиля, и чтобы до него добраться, придется демонтировать защиту. Рулевая рейка у C-класса гидравлическая, и, как правило, до 200 тысяч километров пробега вопросов к ней не возникает. Единственное, что до этого момента может начать гудеть насос ГУР. На это обращайте внимание при осмотре поддержанного экземпляра. Кстати, неплохим ресурсом здесь отличаются и такие элементы рулевого управления, как наконечники и тяги. Порядка 100-120 тысяч километров. В целом, на пробеге до сотки в этой ходовой части можно поменять разве что компоненты стабилизатора поперечной устойчивости. Около 100 тысяч километров служат ступичные подшипники, ну и шаровые опоры также где-то в районе 90-100 тысяч. Пробег этого автомобиля 87, но пока каких-то нареканий по ходовой части к нему нет. Что касается антикоррозийной обработки, какого-то дополнительного антикора, кроме шовного герметика, мы здесь не видим. Это касается открытых участков кузова. Пороги полностью закрыты пластиком. То же самое касается днища. Там, где нет пластика, термозащитные экраны. В задней части автомобиля располагается пластиковый топливный бак объемом 66 литров. Задняя подвеска у С-класса, как и у взрослых мерседесов, многорычажная, по 5 рычагов на сторону. 4 так называемые косточки и один большой поперечный рычаг. Все это хозяйство в плане сайлинг-блоков спокойно работает. Порядка 150-160 тысяч километров. Потом, возможно, придется кое-где навести ревизию. Также нужно смотреть и за сальниками. На заднем редукторе, если пробег автомобиля приближается к отметке 1150, здесь уже реально обнаружить запотевание. Не забывайте контролировать и целостность пыльников на приводах. А в плане антикоррозийной обработки, как мы уже упоминали, никакого дополнительного антикора, кроме герметика нашего кузова, нет и в задней части тоже. Вот такой обзор у нас сегодня получился. Надеемся, после его просмотра у вас сложилось общее впечатление, что представляет собой С-класс в кузове С204. А также общее впечатление о том, как выглядят машины, которые приезжают с японских аукционов. Если вас заинтересовал конкретный экземпляр, который сегодня оказался у нас на подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту, когда это видео увидит свет, машина все еще будет на продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске. Всю дополнительную интересующую вас информацию по авто, включая актуальную цену, уточняйте по телефону, он будет на экране. Если обзор понравился, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!